Привет, ребят! С вами Костя Гасанов. Я знаю, что вы всегда ждёте, когда я буду снимать еду. Есть люди, которые не любят, когда я снимаю еду, поэтому это видео не для вас. А сейчас мы с вами отправимся в супермаркет. У меня здесь два супермаркета. Один дешёвый, другой дорогой. И давайте посмотрим два. Я что-нибудь куплю и буду пробовать. У меня здесь с собой ноутбук. Я сейчас планирую путешествие по Корее. Вы об этом знаете. И я сейчас бронирую себе отель в Кёнджу. И бронирую я его через Копикот. Копикот это кэшбэк сервис, про который вы все знаете. Ссылка на него всегда внизу в описании. Я им постоянно пользуюсь во время путешествий. За что спасибо огромное Копикоту. Смотрите, как вернуть кэшбэк, когда ты что-то бронируешь. Допустим, когда ты бронируешь себе отель. Мой отель стоит 3000. Бронируем его. И Копикот возвращает кэшбэк. Всё работает очень просто. И самое главное то, что это бесплатно. И самое главное то, что это проверено на мне. И я знаю, что проверено на многих из вас. Потому что вы постоянно мне пишите, что вы пользуетесь Копикотом. А теперь пойдемте в магазин. Вот этот дорогой магазин. Таких магазинов в Китае сейчас все больше и больше. Ну и во всех дорогих магазинах очень много всего импортного. Разные импортные напитки. Типа Аризона. Шоколадок здесь тоже очень много. Но блин, они по 55 юаней, ребят. Вот эти вот дешевые по 38. Здесь даже лапша быстрого приготовления стоит, блин, 300 рублей практически. Посмотрим, сколько здесь стоят яйца. 25 юаней вот эти. 17 юаней стоят всего лишь 6 штук яиц. Смотрите, а есть вот такие вот голубиные. Голубины яйца. Представляете, 108 юаней стоят. Я не знал, что голубины яйца продаются. А вот это вот утиные яйца за 43 юаня. И утиное яйцо вот такое вот. Молоко все импортное. Вот есть за 24 юаня. Так, в принципе, везде стоит молоко. Вообще, в принципе, от 10 юаней в обычных магазинах. Но здесь есть всякие органик из Австралии за 33 юаня. Вот это вот австралийское молоко 60 юаней. Зато здесь есть, в отличие от обычных китайских магазинов, всякие лазаньи, пиццы. И они должны быть все очень вкусные, но не дешево. Допустим, вот это вот лазанье стоит 58 юаней. С сырами в Китае вообще катастрофа, потому что сыры дорогие. Вот этот кусочек стоит 85 юаней. Вот этот вот кусочек, как типа бри, французский, наверное, сыр, стоит 67 юаней. Но выбор здесь большой, конечно, сыров. В обычном магазине вы такое не найдете. Но, опять же, все кусочки дорогие. То же самое с колбасой, что нетипично, опять же, повторяю, для Китая. Выбор огромный. Мы едем в большой супермаркет уже вечером, и мы едем на мотоцикле! Мы приехали просто далеко-далеко от центра в обычный магазин, в обычный Walmart. Давайте посмотрим, что там есть. Что касается дезиков, они дороже, чем в Москве. Они все стоят около 50 юаней. Посмотрите, 46, 46, 49. В Москве дешевле. Отдел с презервативами. Он просто очень большой на любой вкус. Может быть, размер, я не знаю. А это целый стенд с зубной пастой. Тоже огромный. И зубные пасты есть разные. От 12 юаней, есть 15 юаней. Смотрите, что Лен нашла. Лен, что это? Это типа мыть тело? Да. Она размером с твою голову. Что касается прокладок. Вот здесь прокладки. Здесь прокладки. Просто получается раз, два, три, четыре стенда. Лен, а в России тоже можно найти четыре стенда с прокладками? Конечно. Нет? И да, и Лена хотела добавить, что здесь нету тампонов. Вообще. Вообще. Мне нравится, что в Китае есть отдельный стенд с салфетками, которые очень дешево стоят. Вот эти вот стоят 8,50. Целый набор здесь, 10 штук. Смотрите, доширак есть здесь. Целый стенд вот до самого вот этого конца. И здесь тоже доширак. Вот этот стенд и вот этот стенд полностью все. Доширака в Китае огромное-огромное количество. Нашел вот такой дошик. Покупаю. Буду пробовать в следующем выпуске. И вот такой вот маленький. Есть всего за 2,8. В целом стоит около 6-8 юаней все дошики. Вот здесь импортное молоко. И оно уже от 9,90 юаней. Британское. Вот я всегда покупал примерно за такую стоимость. Что касается соков, то они тоже не дешевые. Вот 9,80. Но это прям не хороший сок. Более-менее нормальный сок. Это вот эта доля от 14 юаней. Но и то это с сахаром и прям не очень такой хороший. В Китае очень часто пьют такие вот холодные чаи. Они дешевые. Всего лишь 2,60. Там зеленый чай, красный чай и тому подобное. Самый нормальный. Вот такой зеленый чай за 3,80. Он без сахара. Вот его берите. Все остальное с ужасным количеством сахара. И я знаю, что студенты прям злоупотребляют такими напитками. Посмотрите, сколько здесь поки. Просто весь стенд практически это поки. И что-то подобие поки. Здесь вот эти вот претс тоже есть. Сейчас что-нибудь возьму и буду пробовать на видео. Чипсов тоже очень много. Целый большой стенд. И мне нравится, как лейс для каждой страны делает какие-то свои уникальные вкусы. Здесь, например, со вкусом хот-пота. Хот-пот это хого. А еще вот так вот постучно продают вареные яйца. Это так странно. Кстати, вот здесь уже яйца, видите, стоят дешевле. 13 юаней за десяток. Огромное количество просто риса. 2,29 стоит 500 грамм. Кстати, он такой длинненький. Он Лена с Вадиком играется, детки мои. Все, я вернулся с магазина. Купил себе вот такие вот вегетарианские пельмени замороженные. Купил себе вот такие вот паудзе с яйцом, молоком и сыром. И вот такие вот спринроллы. Одни овощные, а другие спринроллы с красными бобами. Китайцы везде суют красные бобы. Я с вами никогда не пробовал вот такую вот еду в Китае. Я вам никогда даже не показывал, что у них продают вместо пельменей и вареников, как у нас. Давайте все это приготовим. Вот это вот нужно приготовить на пару. Это нужно сварить, а это пожарить в масле. Так, все, ребят, пампушки я сварил на пару в пароварке. Там же в этой воде я сварил пельмени и пожарил спринроллы. Вот так вот они сейчас выглядят. Эти спринроллы с бобами. Давайте попробуем. Я никогда не пробовал спринроллы с красными бобами. Это, наверное, странно. Я бы не сказал, что это невкусно. Это просто тесто от спринроллов. Хрустящее такое тесто. Внутри как будто бобы, из которых сделали пюре и добавили туда несколько ложек сахара. Я не люблю бобы с сахаром. Для меня это странно, но китайцы добавляют повсюду это. То есть везде у них бобы с сахаром. И давайте попробуем те, которые с овощами. Я их немного пережарил. Ну, да ладно. Вау. Очень вкусно. И спринроллы стоили по 10 юаней. Один набор и второй набор. С овощами офигенские. Класс, еще сюда бы острый соус и вообще было бы супер. А пережарил я не потому, что у меня кривые руки, а потому, что сковородка ужасная. Там просто нет уже покрытия и поэтому очень тяжело жарить. Теперь давайте попробуем овощные пельмени. Или как бы мы назвали бы их у себя, вареники. Выглядят они вот таким вот образом, как обычные пельмени. Я сделал себе соус. Не знаю, видите ли его. Вот немножко видите. Здесь просто соевый соус и уксус. Китайцы делают такой соус для пельменей. Ммм, очень вкусно. Единственное, это немножко странно, но внутри огромное количество кукурузы. Вы знаете, или пельмени с кукурузой? Или вареники с кукурузой? Вот такая кукуруза. Самая обычная. Также много грибов. Именно... Ой, гриб упал. Древесных грибов, которые называются еще муары. Мне очень нравится. Единственный раз я пробую еду, когда я могу все доесть, кроме бобов. А то обычно я ничего не могу доесть. И давайте попробуем вот эти вот пампушки. Баудзе. Мне интересно, что за вкус будет внутри. Нормально, только сначала мне показалось невкусно. Вот такая вот начинка. Если верить составу, то здесь молоко, сыр, желток, яйца и сахар. Но у меня ощущение, что как будто желток взбили с молоком сгущенным и добавили сахар. Прям такой отчетливый вкус желтка яйца. Неплохо прям десерт, потому что он сладкий. Но тесто не сладкое, я вот несколько сделал на пару. И таких вот паудзе и пельменей просто огромное количество. Они есть разные с креветками, с рыбой, с мясом. С грибами. Что касается спринн-роллов, я видел первый раз, но они божественны, серьезно. И так дешево стоят. Я оставлю еще внизу пару видео на тему еды и магазинов. Так что посмотрите их тоже. Пока-пока.